Даже была информация, что Совет Федерации России разработал законопроект, который позволит осужденным россиянам вместо тюрьмы отправляться на войну против Украины. Сообщают российские СМИ об этом. Такой закон там считают нужным для России, планируют принять якобы под лозунгами гуманизации. Но вот по вашему мнению, если это будет уже на таком законном уровне, увеличить ли это количество зэков или это никак не повлияет? Ну да, действительно, они сейчас пытаются разработать этот законопроект. Мы об этом еще в августе написали, что рабочая группа при законодательном собрании готовит к внесению в Госдуму и к принятию осенью закона, который будет легализовывать отправку заключенных на войну. Делается это не из какого-то там принципа гуманизма и заботы о России, либо заботы о заключенных. Речь идет о том, что они пытаются легализовать задним числом то, что уже сделано сейчас. А сделано то, что более 20 тысяч осужденных отправляются для участия в военной агрессии. Это самые настоящие военные преступления. И для того, чтобы каким-то образом уйти от обвинений в будущем трибунале, по крайней мере по этому пункту, российская власть сейчас хочет задним числом это все якобы легализовать хотя бы на уровне своего законодательства. Хотя еще раз подчеркну, ни в одной цивилизованной демократичной стране мира, которой Россия уже достаточно давно не является, нет законов, которые одним из видов наказания по приговору суда назначают отправку для участия в военных действиях. Плюс здесь нужно понимать, это подлость со всех сторон. С одной стороны, государство осуждает людей за совершение конкретных преступлений. И вместо исправления направляет их для участия в военной агрессии, в преступлениях против жителей иностранного государства. Они уже расчеловечивают людей таким образом. Во-вторых, это подлость по отношению к российским военнослужащим, потому что рядом с ними в окопах собирают сажать преступников, которые кого-то убили, кого-то ограбили, кого-то изнасиловали. И, соответственно, как любой российский военный будет смотреть, когда к нему в окоп посадят человека, который еще по идее в колонии должен находиться 10-15 лет и отбывать свой срок. Но кому это понравится и может ли это быть эффективной армией? Нет, конечно. В-третьих, есть законодательство, которое регламентирует войну. Конечно, неприятно это осознавать, но есть правила войны. Ну, а заключенный, который до этого кого-то там убил, расчленил, совершил какое-то страшное преступление, ну, а о каких элементарных правилах ведения войны он может знать? И как за одну или две недели можно человека, который до этого совершал страшное преступление, подготовить к тому, чтобы он был в какой-то военной субординации? С точки зрения военного порядка, ну, очевидно, что это будут там, условно, вот эти вот такие трагедии, какие были там в Буче, они будут просто повторяться и масштабироваться, но это в целом история. Мне до сих пор тяжело принять, что это все реальность, что это не просто какая-то антиутопия и какой-то кошмарная история. Это здесь и сейчас все происходит, и мы все видим это, наблюдаем и видим вот это разложение России с точки зрения государства, потому что это уже не до государства, это фейлдстейт, это разрушенное государство, где преступники рулят всем этим. Вот, и это с какой стороны не посмотри, с точки зрения Украины это бесчеловечно, с точки зрения самой России, то, что делает Пригожин с Путиным, это тоже бесчеловечно, с точки зрения международного права, но вообще весь мир цивилизованный в шоке от того, что сейчас они наблюдают и видят. И поэтому, конечно, это оконченные составы военных преступлений, и какие бы они сейчас там законы не напринимали, это никаким образом не оправдает в глазах международного сообщества вот этих военных преступлений, из-за каждой из которых, я просто уверен, и Путина, и Пригожина, и их сообщников их будут судить рано или поздно на трибунале. Продолжение следует...